Приветствую вас, товарищи трейдеры и господа инвесторы. Если меня слышно, то поставьте в чат плюсики и мы начнем. Отлично, очень хорошо. Наша сегодняшняя тема очень интересная и я считаю, что очень полезная. Мы сегодня разберем, как начать инвестировать с помощью сервиса LAM. И вообще разберем, что это за сервис и как им пользоваться. Итак, содержание сегодняшнего вебинара, что такое LAM сервис, преимущества LAM сервиса и обзор лучших счетов управляющих именно на мой взгляд. Я отобрал те счета, которые мне нравятся, которые я считаю достойными вашего внимания и мы их разберем. Итак, LAM счет это счет, которым управляет профессиональный трейдер, управляющий. Он ведет торговлю на своем счете, используя свои деньги. История его сделок отображается в рейтинге управляющих. Любой инвестор может подключиться к счету управляющего и копировать его сделки на свой торговый счет, получая прибыль пропорционально коэффициенту, выставленному при подключении к управляющему. Управляющий получает доход от инвестора только в случае получения прибыли. Вот это вот очень важный фактор, который мы в принципе дальше и разберем. Итак, преимущества LAM сервиса. Я буду сравнивать со всем известным PAM сервисом, от которого никак не могут отвыкнуть. Инвесторы считают, что PAM сервис это вот так. Ну просто привычно, я понимаю, дело привычки, оно такое. Итак, самое главное преимущество, это деньги не переводятся на счет управляющего, а остаются на счете инвестора. То есть это ваши деньги и управляющий их не может снять. Ну в принципе в PAM сервисе то же самое. Также инвестор сам управляет рисками путем выставления коэффициента копирования сделок. Вот здесь очень важное отличие от PAM счета. В чем это отличие? Если вы инвестируете в PAM трейдеру, например, какую-то сумму денег, к примеру 1000 долларов, и он их сливает, то опять-таки, если трейдер торгует, управляющий торгует с риском на сделку 5%, то у вас так и будет. Здесь все иначе. То есть если вы смотрите, вам счет нравится, но вам не нравится, что управляющий завышает риски, то вы просто копируете с меньшим коэффициентом и следовательно вы риски занижаете. То есть вы делаете счет малорискованным. И опять-таки, если вы смотрите, видите, что управляющий очень сильно занижает риски, то есть торгует 0,5% на сделку или 1% и вас это не устраивает, то вы можете поставить больше коэффициент и на этом больше заработаете, чем заработает, например, тот же управляющий. А также отключиться от счета можно в любое время, в любой момент, и из-за этого никаких штрафных санкций нет. Что отличает от ПАМ-счета? То есть в ПАМ-счете нельзя так быстро в момент отключиться. И если вы отключитесь от счета, то вы получите штраф какой-то. Управляющий самостоятельно назначает размер вознаграждения, процент от прибыли. Вот это очень важный фактор. Управляющий получит свой процент вознаграждения только с вашей прибыли. То есть управляющий напрямую заинтересован в том, чтобы качественно торговать. Потому что если управляющий покажет убыток, то он ничего совершенно не заработает, ни копейки. Раньше были различные виды, то есть можно было платить за сигналы, какую-то оплату за определенный период сейчас только так. То есть если управляющий показывает прибыль, вам заработал деньги, вы с ним поделились частью прибыли, которая указана у него в оферте. Если он ничего не заработал, то он ничего и не получит. Также управляющий ведет торговлю только на своем торговом счете собственными средствами. Здесь меня поймут те, кто начинал управлять ПАМ-счетами, те, кто управляет ПАМ-счетами или управляет инвестиционными счетами. Что происходит, когда, например, на ПАМ-счет подключаются трейдеры, точнее, извиняюсь, инвесторы. Например, вы открыли ПАМ-счет на 1000 долларов. Вы ведете торговлю, вы торгуете на свои 1000, вам удобно. Вы знаете, какой вы должны открывать лот. Вы, в принципе, хорошо ориентируетесь, потому что у вас 1000 долларов, и вы на ней торгуете. После этого у вас появился инвестор, и он вам кинул 5000 долларов. Получается, у вас уже 6000 долларов, то есть вам нужно уже перестраивать риск менеджмент, уже нужно открывать другие лоты большим объемом, что, опять-таки, путает трейдера управляющего, и в итоге получаются убытки. Это большой недостаток именно для управляющего, потому что все-таки управляющий должен зарабатывать, тогда будет зарабатывать и инвестор. Поэтому управляющий ведет торговлю строго на своем счете, и со своими собственными деньгами это очень удобно. И, опять-таки, не каждый управляющий может справиться с какими-то большими суммами, потому что у меня у самого очень большой опыт управления чужими деньгами. И из группы трейдеров, с которыми я работал, я знаю хорошего трейдера, профессионального технаря, и при этом он не может перешагнуть определенную цифру. То есть он может торговать с 10 тысячами долларов, он может торговать с 15 тысячами. Ему предлагает хороший инвестор 50 тысяч, он говорит, я не смогу. То есть он не может психологически вот эту сумму осилить. Здесь управляющий работает с той суммой, которая ему удобна. А при этом, используя коэффициент, инвестор инвестирует уже в его торговлю, анализируя, опять-таки, его торговлю. Копирование сделок происходит автоматически, то есть никаких задержек нет, когда только начали появляться сервисы копирования. У очень многих брокеров, опять-таки, была такая проблема. Даже я слышал такое, что сделали отдельную графу для анализа, там где указано, сколько секунд может быть задержка. То есть у каждого счета своя задержка. То есть на самом деле это полная ерунда. Так быть не должно. То есть сделки должны копироваться сразу. Если трейдер открыл сделку, то сделка должна быть у вас, потому что вы на него подписаны. И это правильно. Опять-таки, управляющему можно задать вопрос на форуме компании, потому что если вы открываете счет как управляющий, то у вас автоматически открывается ветка на форуме, где вам могут писать инвесторы и задавать свои вопросы. Опять-таки, большая просьба к управляющему. Если вы хотите, чтобы у вас были инвесторы, пожалуйста, описывайте свои торговые счета. Как я уже сказал, я не первый год занимаюсь управлением. И если бы я не описывал свои торговые счета своим инвесторам, то дальше 100 долларов я бы, наверное, не поднялся. Потому что вы должны описать свою торговлю, если вы хотите, чтобы у вас был инвестор. Например, как можно продать товар, если никто не знает, что это за товар. Поэтому, пожалуйста, в трех словах опишите, как вы торгуете. Среднесрочная торговля или долгосрочная торговля. На чем основана ваша торговля? Вы используете, может быть, свечной анализ, может быть, вы работаете по ВСА, по объемам. Это очень важные факторы. Да, нужно описать стратегию. И, опять-таки, если у вас классные счета, пишите на форум. У меня есть ветка на форуме. Если у вас есть хороший счет, который заслуживает внимания инвесторов, то я о нем расскажу. Опять-таки, если я решу, что он заслуживает внимания. То есть я рассматриваю только классные, хорошие счета, о которых я рассказываю. Опять-таки, после вебинара, завтра я опубликую таблицу с теми счетами, которые сегодня я пишу. Сегодня я пишу 11 счетов. Мы их разберем по полочкам. Что за счета, откуда они, как торгует трейдер и всякие такие хорошие и плохие стороны. Минимальный счет для открытия лам-счета управляющего. Почти никакой. Есть лам-счет. То есть вот я вот, вот самое нижнее, да, вот. Мы к этому как раз и подошли вопросы. Лам-инвестирование доступно каждому. Вы можете открыть микросчет. Начать лам-управление, как лам-управляющий. Если у вас будет хорошая доходность, то у вас будут инвесторы, которые будут подписываться на вас. И вы с маленьким счетом, например, у вас есть 100 долларов. Это 10 тысяч центов. Вы сможете с ними справиться. То есть вы сможете показать стабильный рост этой торговли. Вы попадете в рейтинг. Вас увидят инвесторы. И после того, как вас увидят инвесторы, они к вам подпишутся. К примеру, к вам подпишется кто-то со стандартным счетом, у кого 10 тысяч долларов. Он будет копировать вашу сделку, которую вы открыли, там, 0.1. Он будет копировать на свой счет. В итоге вы на своих 100 долларов заработаете 20%. Это будет 20 долларов. Но с управления вы можете заработать и 2 тысячи долларов. То есть намного больше, чем вы заработаете, получается, так. Поэтому самое главное для инвестора. На самом деле это полная ерунда, что говорят для того, чтобы стать управляющим, нужны огромные деньги. Нужно открывать там бешеный счет. Нужно иметь какие-то знания. Нет, надо хотеть стать управляющим. Я когда-то начинал. Я начинал на центовом счете еще много лет назад. И меня увидели инвесторы и сказали, что Женя, мы хотим тебе инвестировать. Каждый день идет распределение прибыли или в конце месяца. Распределение, да, вот здесь вот правильный вопрос задали. Распределение прибыли указывает непосредственно управляющий. То есть прибыль вы получаете всегда. Это не PAM счет, это LAM счет. У вас открывается сделка, у вас она закрывается. То есть у вас есть прибыль на счету, у вас есть открытые сделки, закрытые сделки. То есть у вас идет торговля на вашем счету. Потому что копируются сделки на ваш счет. Поэтому у вас будет какая-то прибыль. Единственное, что вы оплатите, если вот, например, вам управляющий заработал 1000 долларов, да. У вас какой-то счет, управляющий заработал 1000 долларов, и он берет с прибыли 20%. То есть вы 200 долларов ему оплатите с этой 1000 долларов, которую он вам заработал, в конце того периода, который он указал. Например, он указал, что раз в 30 дней, или раз в 10 дней, или раз в 100 дней. Я не знаю, это все зависит от управляющего. Он сам выбирает время, когда, через сколько времени он будет получать прибыль. Как работает сервис LAM? Он как раз, в принципе, ответ на ваш вопрос. Например, у инвестора баланс 1000 долларов. Он копирует счет у управляющего, копирует сделки у управляющего, у которого 500 долларов. Управляющий в регламенте указал требуемое вознаграждение 20%. Опять-таки вы самостоятельно указываете, какой процент прибыли вы хотите получать. Если вы укажете слишком маленький, то я думаю, что это тоже не очень хорошо, потому что все имеет свою цену. Если вы указываете 1% прибыли, то, наверное, вы ничего не стоите, потому что вам это даже не интересно, вы не хотите на этом заработать. Если вы укажете 70%, то навряд ли к вам кто-то подключится. Почему? Потому что, ну, а что тогда останется инвестору? Так, а если инвестор копировал 7 дней, наверное, потом ушел, прибыль только в конце месяца, как с этим быть? Так, если инвестор копировал 7 дней, да, отлично, он копировал. И прибыль в конце месяца, ну, прибыль, она по-любому пойдет, он не сможет снять эти деньги. Потому что он не уйдет, куда он уйдет, он не уйдет никуда. Деньги-то на счету компании, то есть деньги на его счету, но деньги-то в компании, правильно? То есть он не сможет забрать деньги, он не сможет вам не заплатить. По-любому вы получите свое вознаграждение, как управляющий, в любом случае. Так, интервал выплаты. Вот, например, интервал выплаты 30 дней. Это просто я все брал для примера. Это цифры, которые просто я придумал. За торговый интервал управляющий заработал 50% со своей суммы с 500 долларов. Это 250 долларов. Инвестор копировал сделки с коэффициентом 2. То есть, так как у инвестора 1000 долларов, а управляющего 500 долларов, то инвестор, если управляющий открывал сделку 0,1, то у инвестора открывалась сделка 0,2. То есть коэффициент 2. И заработал 500 долларов. После выплаты вознаграждения управляющему 100 долларов, то есть получается управляющий заработал, торгуя на своем счете 250 долларов, и 100 долларов еще заработал с одного инвестора. На самом деле инвесторов на счете может быть 100, 200 и 300. То есть нет предела количеству инвесторов. Все зависит от того, готовы ли вы с ними работать, готовы ли вы отвечать на их вопросы на форуме. Потому что они будут задавать вопросы, они будут интересоваться. Тем более крупный инвестор всегда сначала поинтересуется, как вы торгуете, какие у вас риски, какая у вас предполагаемая доходность. А потом только вам будет инвестировать. То есть крупный инвестор не даст вам сразу 100 тысяч долларов, скажет, да на, у тебя тут вроде красивый ник, поэтому на тебе кучу денег. Нет, такого не будет. И второй вариант. У инвестора 100 долларов, то есть это инвестор такой вот небогатый, у него 100 долларов, а у управляющего 10 тысяч долларов. 10 тысяч. Коэффициент инвестора ставит 0,01. Вот опять-таки, вот это вот очень большое преимущество в сервисе LAMP, потому что если у вас мало денег, вы тоже можете быть инвестором. Просто вы ставите не 1, а 0,01. То есть будет получаться пропорционально. Управляющий в регламенте указал требуемое вознаграждение 10%, интервал выплаты 60 дней. За торговый интервал управляющий заработал 70%, 7 тысяч долларов. Со своих 10 тысяч, то есть он торговал на своем. Инвестор копировал сделки с коэффициентом 0,01 и заработал 70 долларов. После выплаты вознаграждения управляющему 7 долларов, с этих 70 долларов, которые он заработал, прибыль составила 63 доллара. Все очень просто. Риск 1% это нормально. Риск 1% на сделку. Ну вот смотрите, вот здесь вот, смотря какая сделка. Если вы, так на высший вопрос я тоже сейчас отвечу. Если вы интродэй, то есть все зависит от того, сколько вы открываете сделок в день. Если вы долгосрочник, опять-таки, как вы работаете? 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3. Просто есть управляющие, которые берут, например, 1 стоп-лосс процент и 5% прибыли. Тейк профит. То есть все зависит от этого. Поэтому 1% нормальный или нет, это неправильный вопрос. Почему? Потому что на него я не дам правильный ответ, не зная, как вы работаете. Вообще я использую интродэй. Вот я торгую по системе умная торговля, которую, кстати, вот у нас планируется курс системы именно умная торговля. И, кстати, очень много управляющих работает по этой системе. Причем управляющих как в банках, так и в хедж-фондах, потому что система, в принципе, на это была и рассчитана. Именно на управление большими деньгами. Вот я работаю по этой системе. И у меня риск 3% на сделку. То есть я работаю скриптом, я не выставляю самостоятельно, я не считаю на калькуляторе, не сижу. У меня есть специальные скрипты, которые помогают мне торговать. То есть я торгую 3%. То есть для меня 1% это ненормально. Если у вас много сделок, то это да, это будет нормально. Так, LAM от простого счета ничем не отличается в торговле. Нет, у вас LAM счет, вы точно так же торгуете, у вас ничего не меняется. Вы торгуете, как вы торговали. И вот здесь самое главное себе в голову это вбить, что я должен торговать так, как я торгую. Потому что если вы захотите кому-то что-то заработать, то вы перекроете сразу идею правильной торговли. То есть здесь важно правильно ставить цели. Когда трейдер торгует, он должен ставить себе цели. Что вы хотите? Вы хотите отработать свою торговую систему согласно правилам, которые написаны по вашей торговой системе. Или вы хотите показать суперприбыль для того, чтобы заработать инвестора. Если вы выберете второе, то вы не покажете суперприбыль. Вы начнете завышать риски, вы начнете входить там, где нет сделки. И все. Вы сольете депозит, вы покажете себя с плохой стороны, вы ничего не заработаете. Поэтому вот в этом большое преимущество ламп счета. Трейдер может торговать так же, как и торговал. Вот ему удобно работать на 1000 долларов. Он на ней будет работать хоть 10 лет на этой 1000 долларов. Но если у него будет куча инвесторов, он со своих 20% в месяц, которые будет делать 200 долларов всего-навсего. Казалось бы, 200 долларов смешные деньги. Но он на инвесторах будет зарабатывать еще 5-6 тысяч долларов. Поэтому здесь именно что вы можете работать с удобной вами суммой. Потому что очень многие трейдеры не могут перейти определенный рубеж суммы. То есть им психологически трудно работать с большими лотами. И когда трейдер видит, что у него там цена... Он открыл сделку и чуть-чуть пошла просадка. А так как он открыл 2-3 лота сделку, то у него там уже минус 200 долларов, минус 300, минус 500. У него начинается паника. И вот чтобы этого не было, вы можете работать с удобной вам суммой. Если вдруг я уйду в просадку и потеряю свои средства и средства инвесторов, нужно ли мне вернуть их потери? Нет, потери вам не нужно вернуть, потому что вас копируют. Копируют ваши сделки. И в принципе вы также получите убыток, как получит непосредственно ваш инвестор. Единственное, что я сразу сделаю такую вот важную, на мой взгляд, важную оговорку. Так как я в принципе сам инвестор. Кроме того, что я трейдер, я еще инвестор. Потому что я считаю, что каждый трейдер должен быть еще и инвестором. То есть нельзя всеми деньгами торговать. Я для каждого счета открываю отдельный счет. Почему? Давайте мы это разберем. В принципе, я думаю, тут поймет любой почему. Например, я хочу, у меня есть лишняя 1000 долларов. То есть я хочу инвестировать 1000 долларов. И я не дам эту 1000, которую хочу инвестировать, одному трейдеру. Нет. Это неграмотно. А если он сольет, получается, что все, что я хотел инвестировать, у меня больше нет. Я остался ни с чем. То есть я сделаю диверсификацию рисков. Я распределю эти деньги на разных управляющих. Но как я их распределю? Я их распределю согласно их депозиту, чтобы было удобно опять-таки посчитать. Между счетами, которые открою. Потому что внутри компании перевести деньги, это не стоит ничего. Это делается моментально. Я могу открыть хоть 10 счетов, хоть 50, хоть 100 счетов. Это мое дело, сколько мне открывать счетов. И у меня есть один счет, который является копилкой. То есть там лежат деньги. Там просто лежат деньги. И с этого счета, вот я хочу инвестировать. Мне кто-то понравился из управляющих. Я хочу инвестировать в его торговлю. И у него, например, 500 долларов. Или у него там 100 долларов счет. Я на этот счет, который открыл только что, вот буквально. Я на него со своей копилки перевожу 100 долларов. И подключаюсь к нему с соотношением 1 к 1. То есть коэффициент 1. Вот это очень важно. То есть важно не держать все деньги в одном счете, когда именно инвестируете лампу. То есть не ленитесь открывать лишние счета. У меня целый ежедневник с счетами с этими. Где указаны пароли и все. Это не сложно на самом деле. И в кабинете, опять-таки, у вас. Вы можете переходить на разные счета. То есть очень удобно сделан кабинет. Поэтому проблем не возникнет. Здесь мы, в принципе, разобрались. Давайте перейдем на мой экран. По ходу вопросов будут появляться. Вы их пишите. Я буду смотреть в чате и на них отвечать. Сейчас я перейду на свой экран. И мы разберем счета. Разберем вообще, как можно фильтровать. То есть как работать вообще с платформой ламп. Так, если вдруг вопросы, пишите. Я буду переключаться на чат. Сейчас я его пока чуть-чуть скрою, чтобы у меня было место для того, чтобы можно было с вами поработать. Итак, вот он, в принципе, рейтинг управляющих. Здесь у нас сразу показывается 20 счетов. Ну и, в принципе, дальше можно также смотреть. Потому что, на самом деле, вторая, третья страница, я считаю, заслуживает внимания. Там есть действительно очень хорошие счета. Поэтому не факт, что первые три строчки, они самые лучшие. То есть они просто выделились в этом месяце. Поэтому они находятся здесь. Поэтому просматриваем все счета. И на что обращать внимание, в принципе, вот мы это и разберем. Также есть фильтр. Очень удобная штука. Если мы нажмем «Добавить фильтр», то у нас появится еще дополнительно можно средний объем сделок смотреть, комиссию, которую берет управляющий, кредитное плечо управляющего, максимальный убыток, максимальный профит. Также вот максимальный объем сделки и минимальный объем сделок. Это то, на что многие не смотрят. То есть если вы будете копировать и счет управляющего, например, управляющий на счете открывает два лота, а у вас впритык на два лота денег, то малейшая просадка и вы останетесь без денег. Поэтому тут надо смотреть на сумму. Обязательно надо смотреть на депозит управляющего. И стараться делать такой же депозит, как у управляющего. Или работать с коэффициентом. Если, например, у управляющего 1000 долларов, а у вас 100 долларов, и вы готовы инвестировать в него 100 долларов, а у него на счету 1000 долларов. Поставьте коэффициент 0.1 и все. В принципе, и все. То есть вы, получается, коэффициентом обыграли эту ситуацию. Минимальный объем сделок. Можно посмотреть. Прибыль за 6 месяцев, за 3 месяца. Общую прибыль. Вот я себе поставил здесь общую прибыль. Опять к управляющим. И за 12 месяцев. И тип счета. Можно управляющим стать с счетом микро, с счетом стандарт. И также можно стать управляющим с счетом бинария. То есть, как бинарный трейдер. Так, здесь, в принципе, вот у нас есть какой-то счет. Есть тип счета. Микро. То есть это центовый счет у управляющего. Возраст дней. На это обязательно надо обращать внимание. Потому что, если счету там нет и месяца, то я думаю, что пускай заработает себе репутацию. То есть, пускай покажет себя с хорошей стороны. Потом будем в него инвестировать. Прибыль за 1 месяц. Баланс торгового счета. И общая прибыль торгового счета. Я себе настроил так. Как вы заметили, в фильтре можно еще добавить что-то новое. Но мне этого достаточно. Мне этого хватает. Так, давайте разберем. 11. Хотел сначала 10 счетов разобрать. В итоге мы разберем 11. Так, я думал, LAM только бинарные опционы разбираем. Нет. 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 Почему бинарные опционы? LAM это сервис копирования. Это не бинарные опционы. Просто компания Grand Capital предоставила возможность и для бинарных опционов копировать бинарные опционы. То есть, копировать управляющих, которые торгуют бинарными опционами. Поэтому нет. Нет. Не только бинарные опционы. Ни в коем случае. Давайте перейдем к нашим управляющим. Управляющий с ником Эмиль. Как мы видим, у него хорошая, растущая такая история. Внутри дневной трейдер при хорошем тренде сделки может оставлять на средний срок. Выбор инструментов зависит от наличия сигналов на вход. В торговле использует ценовой осцилляторы. Маржу на открытие сделки использует не более 5-8%. Ожидаемая доходность 40-60% в месяц. Управляющий на рынке Форекс около 8 лет. То есть, опыт у управляющего есть. И в принципе, он у нас в десятке и находится. Итак, возраст счета 2 месяца. То есть, счет уже не очень молодой. 2 месяца в принципе, это нормально. Доходность за 2 месяца составила уже 329%. То есть, доходность отличная. Комиссия управляющего 25% с прибыли. Комиссия небольшая. В принципе, такого важного, я думаю, здесь все. И опять-таки, можно задать вопрос управляющему. Если вам что-то непонятно, интересно, то можно задать вопрос. И счет, как видите, небольшой. 274 доллара. То есть, я думаю, что инвестировать в такой счет может каждый. Если у вас совсем плохо с деньгами, то ставьте коэффициент 0.1 0.01 То есть, все распределяйте именно коэффициентом. Вот наша кривая доходности. Как видите, хорошая доходность, стабильность. Здесь была небольшая просадка. При этом, указывает отличный результат управляющий. Я считаю, что он заслуживает вашего внимания. Так, следующий торговый счет. Визор. Сейчас, кстати, он на первую строчку, если не ошибаюсь, в рейтинге перелез. А нет, это Рамзет обогнал. Ага, я понял. Так, Визор. Вот сейчас он небольшой просадки. Надо подождать, я считаю, когда он выйдет с просадки, увидеть, что он развернулся. То есть, что трейдер оклемался после вот этих вот потерь. И можно, считаю, у него инвестировать в принципе счет хороший. на счете торговля ведется динамическим лотом без использования мартингела. Вот это вот мне очень понравилось в этом торговом счете. Ставка растет при росте депозита и уменьшается при потере. Планируемая доходность около 50% в месяц. То есть, если, вот сейчас мы видим небольшую просадку, то трейдер будет уменьшать лот для того, чтобы не слить депозит. Когда будет прибыль, будет увеличиваться. Динамический лот в принципе работает очень хорошо. Возраст портфеля 6 месяцев, то есть уже полгода трейдер торгует. Количество инвесторов 6, подписчики есть. Доходность за 3 месяца 667%. Получается 100% в месяц трейдер зарабатывает. Комиссия невысокая, всего 30%. Интервал выплат 7 суток. То есть, через 7 суток, если вам трейдер заработал деньги, то он получает свои 30%. Следующий управляющий Ramzet. Вот как раз сейчас он на первом месте. Ну, в принципе, неудивительно. Сегодня он молодец. Да и в принципе показывает очень хорошую, четкую работу. хороший, восходящий такой тренд. Приятно на это смотреть, честно. Ramzet, вот единственное, что не указал ничего о своей торговле на форуме, поэтому будем ориентироваться только на вот эти вот данные. Надеюсь, что управляющий меня услышит и опишет все-таки свою торговлю и опишет вообще планируемую доходность, риски. Все-таки надо немного рассказать о своей торговле. Количество инвесторов 7, комиссия управляющего всего 30%, чуть больше двух месяцев торговому счету, точнее, не торговому счету, а именно портфелю, потому что у вас торговый счет может быть долго, но при этом отчет идет именно с того времени, как вы подключились к сервису LAM как управляющий, поэтому он как управляющий 2 месяца и 9 дней. баланс торгового счета 197 долларов всего. Кстати, очень удобно копировать 197 долларов микросчет. Но здесь, видите, на самом деле, вот говорят, там вот, надо, чтобы было огромные деньги, а если у человека нет огромных денег, а если ему удобно просто работать. Вот, вот показатель. Видите показатель? Показатель идет хороший, растущий, уверенный торговлю. То есть, нет каких-то резких скачков, то есть, нет такого, что мы полетели вверх, потом вниз, вверх. То есть, человек не играется, человек реально торгует, и это видно. Поэтому, вот это я считаю показатель. Управляющий со сложным именем Эупхория. Здесь тоже классная торговля, вот, вы, в принципе, видите, ровный, растущий тренд. Вообще, вот, мне очень понравился этот счет. Счет у всего 1 месяц, чуть больше 1 месяца, 1,5 месяца. Но, при этом, отличный показатель. Здесь уверенная торговля, в принципе, практически, я думаю, что здесь вообще, в принципе, везде была прибыль. То есть, или были какие-то безубытки, или маленькая прибыль, или прибыль побольше. Но при этом, торговый счет очень хороший. В принципе, вы это видите. Прибыль за 1,5 месяца составила 89%. Прибыль очень хорошая. Баланс торгового счета 47,690 долларов. Вот здесь надо, опять-таки, внимательно, потому что 47,690 долларов. Если у вас нет торгового такого счета, да, и вы не можете копировать 1 к 1, то укажите 0,0,1. И, опять-таки, посчитайте. 0,0,1 вы потянете. И можно посмотреть, опять-таки, пройти в рейтинг в фильтре. То есть, добавить фильтр и посмотреть максимальный объем сделки именно этого управляющего. Если вы потянете этот максимальный объем, то отлично подключайтесь к управляющему, потому что, как видите, управляющий показывает отличную доходность. Отличную. И я считаю, что надо этим пользоваться. Пока есть такие управляющие, надо копировать их сделки. Комиссия управляющего всего 15%. Комиссия смешная, поэтому, я думаю, потянуть ее может каждый. Тем более, что за полтора месяца 89% заработал, поэтому 15% я думаю, он свои заслужил. Также, ничего не указал на форуме. Опять-таки, очень жаль. Очень жаль, что вы ничего не указали на форуме о своей торговле. Потому что торговля у вас очень интересная, очень положительная и хотелось бы знать, как вы торгуете. Хотя бы немного. Вот еще отличный. Счет, кред трейдер. Хорошие счета, а описывать свою торговлю мы не хотим. Видите, какая четкая, ровная доходность. То есть, здесь вообще человек знает, что он делает. Возраст портфеля 2 месяца 11 дней, количество инвесторов 3, баланс на счете 618 долларов. Кстати, сумма небольшая, тоже, я считаю, можно, если даже где-то что-то не хватает, вот, например, срежем, давайте 500 долларов, посчитаем, у вас, например, 100 долларов, поставьте 0,5 коэффициент, и я считаю, что можно копировать. Тем более, что доходность, вот, доходность за 2 месяца 113 процентов. Отличная доходность. Комиссия управляющая 40 процентов, я считаю, небольшая, для такой доходности, для такого классного тренда, для такой хорошей, качественной доходности. То есть, видите, здесь нет никаких вмятин, никаких перегибов. То есть, здесь хорошая, растущая доходность. То есть, трейдер показывает, что он умеет управлять своим счетом, он умеет торговать. Поэтому счет отличный. CHXX38. Вот такой интересный счет. Опять-таки, тоже очень интересно. Как видим, стабильный рост. Просто стабильный, хороший. Здесь видно, что трейдер ищет сделки. Именно ищет. Вот видите, здесь он не торговал. Потом раз, качественная сделка. Опять-таки, здесь, возможно, работает на разворотах. Не знаю, опять-таки, трейдер не указал, как он торгует. Но можно только предположить, что здесь, именно трейдер занимается поиском качественных сделок. То есть, сделок немного может быть, но они, как видите, очень качественные. Три месяца портфелю. Количество инвесторов 7. Ну, в принципе, неудивительно. Опять-таки, торгует трейдер на микросчете. 135 долларов на счету. Как видите, копировать проще простого. Даже с маленькой суммой. Комиссия управляющего. Вот здесь, конечно, я напугался. Комиссия управляющего. Я думал, может, у меня ошибка. На другом компьютере открыл тоже 3%. Короче, в комиссии управляющий не нуждается. Работает, видимо, вот, просто зарабатывает, может быть, просто зарабатывает себе имя, зарабатывает себе историю для того, чтобы получить крупного инвестора. В принципе, тоже очень может быть. Интервал выплаток в сутках 30 суток, то есть через 30 суток вы заплатите ему 3%. И вы не 30%, а 3%. Согласитесь, неплохо. Так, следующий у нас Cool Profit. Вот она, наша доходность. В принципе, тоже очень хорошая. Торговля ведется по основным валютным парам. Трейдер старается не перегружать депозит большим количеством сделок. Также трейдер предоставил ссылку на MyFXBook, где можно подробно ознакомиться с его статистикой. Вот это, кстати, очень хорошо, когда трейдеры оставляют ссылку на мухобойку. Почему? Потому что на мухобойке вы можете все рассмотреть, именно все параметры, которые только можно, сколько в месяц заработал, какие просадки, какая загрузка депозита, там можно все посмотреть. И трейдер подключил свой торговый счет к сервису MyFXBook и именно на него оставил ссылку на форуме. Поэтому заслуживает уважения и здесь все-таки говорится о профессионализме, то есть он не скрывает свою торговлю, наоборот, ее хочет показать и вот так вот, в принципе, делится ей. Это очень хорошо. Так, возраст портфеля один месяц и один день. Маленький возраст, конечно, но доходность хорошая. Опять-таки, я считаю, молодец, что оставил ссылку на мухобойку. Это классно. Доходность 24%. Я считаю, отличная доходность. За один месяц 24%. В принципе, супер. Это хорошая доходность. И комиссия управляющего всего 25%. Поэтому отличный счет. Баланс управляющего 876 долларов. Опять-таки, обязательно, инвесторы, обязательно смотрим на баланс. Потому что вы, если будете копировать, вы должны указать коэффициент. Что хорошо в сервисе LAMP компании Grand Capital. Что очень хорошо. Когда вы нажмете инвестировать, то у вас появится, какая сумма должна быть на счете. И все. Вы выберете торговый счет, с которым вы хотите инвестировать. И у вас появится, что такая-то сумма должна у вас быть на счете. Если вы ставите 0.1, то сумма, естественно, меняется. И 0.01 сумма еще меняется. Если вы уже работаете с коэффициентом. Поэтому ошибиться, я думаю, не получится. Потому что у вас сразу будет написано, какая сумма должна быть на счете. Так, мне там писали вопросы. Оферта управляющего, что это? Так, давайте, наверное, разберем. Оферта управляющего, что это? В принципе, оферты больше не будет. Оферта была, потому что были разные виды выплаты. А так как сейчас выплата только идет от процента от прибыли, поэтому, как такова, оферта есть, но она не нужна. То есть она потеряла свой смысл. Почему? Потому что в оферте указывалась информация, которая уже не имеет смысла, то есть которой больше нет. Указывалась, как получает прибыль управляющий. А так, в принципе, там будет указано в оферте, если вы ставите оферту, то будет написано, сколько процентов вы берете за управление счетом. Поэтому с офертой можно не заморачиваться. Сейчас уже с офертой можно не заморачиваться, потому что компания Grand Capital на самом деле упрощает во многом торговлю и также упрощает торговлю для управляющих. То есть раньше были разные выплаты. Например, была выплата процент от сделок. То есть если, например, вы подключились на мой счет, да, я делаю в день там сделок на 5 лотов, то вы мне с этих 5 лотов даете, платите деньги, да. А если сделки убыточные, да вам с чего платить мне. Вот. Поэтому это было не совсем правильно и просто все делается именно для инвесторов. и опять-таки для того, чтобы управляющие были заинтересованы в том, чтобы торговать прибыльно. Если управляющий будет торговать неприбыльно, он не заработает ничего, он заработает ровно ноль. Он потеряет свои деньги и ничего не заработает с инвестором. Ничего. Поэтому вот так. Сейчас осталось только процент выплаты от прибыли. Все, другого сейчас нет. В принципе, то же самое, что случилось с бинарными опционами. Были опционы европейского исполнения, были опционы в два касания. Вот эти вот все чудо-опционы, которые, на мой взгляд, наверное, не очень нужны. Сейчас, насколько я знаю, остались опцион выше-ниже. То есть стандартный опцион, когда вы определяете, цена будет выше в определенное время или ниже определенного уровня. То есть сейчас цена находится на одном уровне и через час она будет выше или ниже. То есть тоже хорошо, что убрали лишнее, потому что все эти заморочки, все эти сложности, они путают трейдера и трейдеры начинают сливать. Он хочет там попробовать, там попробовать, а это не надо. Это не надо, надо проще, надо просто зарабатывать деньги, выводить свою прибыль, тратить на своих любимых людей и все. То есть не надо заморачиваться с такими сложностями. И вот сейчас, кстати, хорошо, что это все компания убирает. Все эти сложности и они уходят. Вот тоже очень интересный торговый счет. Видите, как тут классно растет. Управляющий Алик Кэп. Интересное название управляющих ники. Ничего не указал на форуме, очень жаль. Счету 3 месяца 12 дней, инвесторов 11, здесь видно, что инвесторов в принципе много. При этом баланс счета, вот смотрите, баланс счета 30 долларов. 11 инвесторов. Почему? Потому что трейдер показывает рост. Почему его не копировать? Да, у него 30 долларов, а у него может больше нет, а может ему удобно. Он торгует по торговой системе и не думает о деньгах, он отрабатывает торговую систему, поэтому у него 30 долларов. Может быть так. Ну, уверяю вас, что на копирование зарабатывает больше, чем его баланс. Именно на том, что ему платят за копирование. Вот может быть, ему этого достаточно. То есть, трейдер зарабатывает именно на комиссиях управляющего. Возможно так. Доходность за 3 месяца 152 доллара. 152 процента, извиняюсь, доллара. Доходность за всю историю 206 процентов. Доходность очень хорошая. За 3 месяца 206 процентов. Это отлично. Тем более, что мы не видим каких-то тут скачков вниз сильных. Здесь была просадка, была убыточная сделка. дальше. То есть, вот что мне нравится. Вот такие вот моменты, когда они отрабатываются ровно. Это говорится о том, что трейдер профессионален. Когда вот такой скачок, потом пошли какие-то скачки, это все. У трейдера просто снесло крышу. Он хочет отыграться именно. Он не хочет отработать просадку. Он хочет отыграться. И это плохо. Такие счета я не рассматриваю. Инвест трейдер тоже ничего не указал о своем торговом счете. При этом показывает ровную хорошую прибыль. Видите, здесь маленькие просадки. Очень здесь была микро просадка. Дальше пошла прибыль. И сейчас идет опять-таки хорошая, уверенная прибыль. Количество инвесторов. Один. Баланс на торговом счете 15 896. Поэтому при копировании именно этого счета этого трейдера обязательно учитываем баланс. Доходность за 3 месяца 58 69. В принципе 3 месяца торговому счету 50 почти 60% получается по 20% в месяц. Отлично. Хорошая доходность. Комиссия управляющего всего 40%. Интервал выплат в сутках 30 дней. Через 30 дней вы подключились через 30 дней вы оплачиваете ему то, что заработали точнее с той суммы что заработали 40%. Если он вам показал прибыль. Если он вам не показал прибыль то вы ему ничего не дадите ни копейки. Так. Управляющий. Очень интересный управляющий. Больше понравилось наверное его название. Это наверное номер машины. С00R3R87. Напишите мне на форуме. Мне интересно эту разгадку все-таки получить. Что это за такой ник. Торговля краткосрочная и внутридневная. Иногда сделки переносятся на следующий день. Торговая система управляющего основана на анализе ВСА. То есть на объемах. В принципе вот это мне понравилось потому что объемы мне также очень близки. И я знаю что это такое. Я знаю что на этом можно реально зарабатывать. Поэтому если вы действительно работаете по объемам если у вас есть опыт, то я думаю что вы в десятку в скором будущем попадете. Торговому счету всего чуть больше полутора месяцев. Инвесторов пока нет. Ну в принципе понятно торговый счет еще молодой. Комиссия управляющего 50%. Доход за один месяц 34 почти 35%. Доход я считаю очень хороший потому что в принципе я считаю что доход трейдера от 10 до 40% в месяц это очень хороший доход если трейдер показывает его стабильно. Ну посчитайте сколько это будет в год. То есть в банке вот такие деньги никогда в жизни не заработаете. Так и последний последний счет хотел 10 сделать но когда увидел ник Мотя 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 молодец. Смотрите какая классная доходность. здесь был ровный рост потом хороший такой резкий рост видимо здесь поймал хорошую волну и дальше рост продолжается счет отличный несмотря на такое веселое название управляющего не веселое имя ник управляющего торговля отличная 2 месяца 20 дней портфелю доходность 105% за 2 месяца то есть получается в районе 50% в месяц отлично баланс почти 100 долларов копировать счет как видите очень просто и количество инвесторов 3 комиссия всего 10% комиссия очень маленькая счет отличный так здесь в принципе вопросов я больше не вижу по бинарным опционам попросили меня затронуть эту тему торговые счета в принципе мы рассмотрели или нет мне кажется был у меня по бинарным опционам счет я просто не подчеркнул что он по бинарным опционам наверное визер может так нет не визер рамзет мне кажется что я выделял какой-то счет по бинарным опционам мне понравился возраст счета необходим то есть если счет молодой отлично счет молодой спешитесь напишите на форум спросите как торгуют управляющие спросите на что управляющие смотрят вообще риски управляющего на одну сделку какой лот открывает опять-таки чтобы вам было удобно с этим работать потому что задавайте вопросы управляющему он должен он ваш управляющий то есть вы его нанимаете на то чтобы он торговал и чтобы вы копировали у него сделки поэтому вы можете задавать вопросы вы должны задавать вопросы вы инвестор вы должны составить свой торговый портфель тогда у вас будет прибыль, портфель. Портфель это не один счет. Это не то, что вы выбрали из этих 11 счетов, продали квартиру, продали почку, заложили все деньги в банк и сразу все слили. А если слил, все пропало. Если вы слили, а вы имеете ввиду как управляющий, если вы слили торговый счет, вы можете открыть другой торговый счет, но вы должны опять-таки заработать историю. Вы понимаете, что если у вас долгосрочная история, у вас будут хорошие крупные инвесторы. Если у вас нет истории и у вас 3 дня хорошей торговли, да может вам повезло. А, как инвестор. Если вы копируете сделки, управляющий слил деньги, то вы также сливаете деньги согласно коэффициенту, которому вы копируете. Поэтому у вас не должны быть деньги на одном торговом счете. Ну как? Вы можете это делать. Я вам просто советую, как инвестор, как профессиональный инвестор, я вам советую открывать несколько счетов для копирования. То есть на каждого, вот как я делаю, у меня на каждого управляющего есть свой торговый счет. Я яйца в одной корзине не держу. Если у меня кто-то слился, допустим, вот у меня там 10 управляющих в моей инвестиционной корзине, да, в моем инвестиционном портфеле. У меня 10 управляющих. Один слился. И флаг ему в руки. Не буду я больше в него инвестировать. Ничего страшного. У меня остальные 9 заработают, они перекроют то, что этот слил. И все, я останусь в прибыли. Составляйте портфель. Помните, раньше еще были очень модные пифы? Паевые инвестиционные фонды. Вот делайте себе свой пиф. Распределяйте свои деньги. Ни за что. Никогда не отдавайте все деньги одному человеку. Никогда. Можно один свой счет прикрепить к нескольким управляющим с разным плечом, если у меня баланс 100 крат больше. Да можно, конечно. Можно. Вы можете прикрепить свой торговый счет хоть к 10 управляющим, хоть к 100 управляющим. Но как делаю я? Я распределяю, то есть я со своего торгового счета я перенесу деньги на другой торговый счет, который я открою для этого управляющего. То есть у меня для каждого управляющего свой торговый счет. Но это моя фишка. Я так делаю. Может быть это неправильно и это не надо. Может быть можно. Действительно вы пишете, что вы будете определяться опять-таки с разным плечом. То есть вы будете определяться с коэффициентом. Возможно. Но мне кажется, во-первых, это физически тяжело. Потому что если у вас 10 управляющих за всеми проследить на одном торговом счете, то главное, чтобы вы не запутались. Чтобы вы получили прибыль. Главная задача, чтобы вы получили прибыль. Копировать можно любому, любой копилке или только тем, у кого счета в Гранд Капитале. Это LAM сервис и LAM сервис принадлежит непосредственно компании Гранд Капитал. Поэтому просто откройте счет в Гранд Капитале и все. Какая вам разница, у кого открывать счет. То есть главная задача ваша зарабатывать как инвестор. Поэтому только счетами. То есть копировать могут счета микро и счета стандарт. Так же как управлять могут счета микро и счета стандарт. Все, другие счета не могут. То есть ESN счета не могут. А сколько оптимально можно открыть счетов для управления? Для управления? Ух ты, интересный вопрос. На скольких счетах вы сможете... А зачем вам для управления? Классный вопрос, мне очень понравилось. Для управления вы можете открывать сколько угодно, Но вопрос, например, давайте приведем такой пример. Вот мы сейчас как раз разберем вот эту вот интересную тему. Вы торгуете, у вас есть внутридневная торговая стратегия и у вас есть какая-то долгосрочка. И вы долгосрочку хотите на крупного инвестора, то есть именно охоту за крупным инвестором. То есть у вас внутридневная для мелких инвесторов, там у вас какие-то такие движения идут. А если вы торгуете какой-то долгосрок и берете там, например, соотношение убыток, стоп-лоск прибыли 1 к 5, 1 к 10, и вы хотите найти крупного, то два счета. Просто вы сможете торговать сразу на пяти счетах? Я нет, мне тяжело. Да и смысл, как можно торговать на пяти счетах? То есть мне же сразу за пятью счетами смотреть? Это как? Это невозможно. Не, ну может кто-то умеет, конечно, но я считаю, что два-три счета, не больше. То есть вообще в принципе у управляющего, у трейдера должно быть два-три счета торговых, не больше. Копировать, пожалуйста, копируйте у десяти трейдеров. Копировать, ну вы же не торгуете, вы просто копируете. Техника копирования понятная, вопросительный знак. Понятная, вопросительный знак. Вот это очень интересно написали. Техника копирования элементарная, просто открываете счет и все, и копируете. То есть там просто, там разберется даже ребенок на самом деле. И в сервисе LAM, как я уже сказал, очень много преимуществ именно над сервисом PAM. Сервис PAM это был такой вот, первое, что зародилось, сервис PAM. Потом сервис PAM свое уже сживает, потому что в сервисе PAM есть недостатки. В сервисе LAM эти недостатки исправлены. Как все это оформляется? Открываете счет компании, открываете микро, если у вас очень мало денег, если у вас есть деньги, открываете стандарт. Заводите деньги, цепляетесь, копируете счета. Можно ли копируя сделку стоп-лосс, тейк-профит выставлять самому? Да можете двигать, можете закрывать даже сделки. Вот, например, управляющий открыл вам сделку и пошел в прибыль. А может управляющий забыл, а может управляющего там цели какие-то, получить тысячу пунктов прибыли. А вас устраивает 500 пунктов. Ну и закройте вы эту сделку, если вас это устраивает. Если вы считаете, что это правильно, закройте сделку, ничего страшного. Опять-таки напомню, не забывайте списываться с управляющими на форуме, пишите им, задавайте вопросы, пускай отвечают на ваши вопросы. Они управляющие, пускай отвечают. Потому что для того, чтобы получить инвестора, нужно с инвестором работать. Если не работать с инвестором, то получишь кукиш. Поэтому ничего страшного, если вы будете задать вопросы, не будет. Опять-таки к управляющим, пожалуйста, описывайте свою торговлю. Свои риски хотя бы описывайте. Если из вашего примера мы закрыли раньше сделку. Ну, отлично, вы получили какую-то прибыль. Вы закрыли раньше сделку, вы получили прибыль. Конечно, заплатите. Ну вот смотрите, вы закрыли сделку, неважно, вы закрыли сделку. Ну, эта сделка была открыта именно управляющим. Вы ее закрыли. Она же была открыта управляющим. Вы с этого заработали 10 долларов. Потом управляющий вам открывал какие-то сделки, закрывал какие-то сделки. И в итоге у вас получилось 100 долларов. У управляющего оферта 20%. Вы 20 баксов отдали управляющему. Он же вам ее открыл, а не вы сами ее открыли. Поэтому, конечно, вы заплатите управляющему. С прибыли. Только с прибыли. Никак иначе. Только с прибыли. Оплата идет только с прибыли. Ни в коем случае никак. Она не должна вообще по-другому. Это неправильно. Это плохо. Когда начинают вот это вот. Часто мне в ВКонтакте пишут. В разных соцсетях. Что вот копируйте у нас счета. Подпишитесь. Стоит 200 долларов в месяц. Да ты может торговать не умеешь. За что же тебе 200 долларов в месяц оплатить? Поэтому, если ты мне заработаешь, я могу с тобой поделиться. Если ты ничего не заработаешь, то грош тебе цена в базарный день. Поэтому, только с прибыли должна. Вот это правильно, когда вы платите управляющему. Если он вам заработал деньги. И не платите управляющему, если он вам не заработал. Вы должны платить за работу. За выполненную работу. А не за то, что он ее делает. Он может ее плохо делать. Если не секрет, какими индикаторами вы пользуетесь? Я в торговле использую немного индикаторов. Я использую мультивременной индикатора весомый осциллятор. Вы, в принципе, это видели. По четвергам я публикую. По четвергам я делаю вечером. По пятницам публикую анализ именно по измененному волновому анализу Иллиота. По умной торговле. И там я использую индикатор АО мультивременной. Мультивременной. Нет его в терминале. То есть он писался специально для нас. И его нельзя скачать. Его нельзя найти. Его нет. Его в интернете нет. Также я использую индикатор, который показывает средний диапазон в день. Сколько проходит пунктов. Ну там просто свои фишки. Это использую как фильтр. То есть я его использую. И он считаю очень хороший. А также использую индикатор МАГДИ. Если вы знакомились с работами доктора Элдера, то вы поймете о чем я говорил. В принципе, как я уже говорил, я технарь. И поэтому я работаю еще и по Александру Элдеру. И как-то, наверное, все. И скользящие. Скользящие использую всегда. Как скользящие? Это неплохо. Скользящие, это удобно. Двухсотая скользящая средняя. Очень хорошо все показывает. Вы пока начинающий трейдер. Я понял. Начинающие записывайтесь на обучение. Умная торговля стартует в сентябре. Точную дату пока не знаю. Но я думаю, что в сентябре будет группа скомплектована. Очень углубленный курс. 15 занятий. После этого 3 месяца. Целых 3 месяца практики. Где вы будете все это делать. Рисовать, размечать. Но это сложно. Сразу скажу, что это профессиональный курс. Я вам не расскажу за один день про торговую систему по стрелочкам. То есть это будет профессионально. А дистанционно, да. Это дистанционный курс по скайпу и по программе TimeWeaver. Все это дистанционно. Это дистанционно. И она проходит вечером. То есть я понимаю, что все работают. Я сам днем торгую. Мне днем неудобно на самом деле. Вот я пишу что-то на форуме. Пока у меня там сделки открыты. Пока есть время. А так я торгую. И мне очень сложно днем, например, проводить обучение. Потому что, представляете, мне нужно 2 часа затратить днем. У меня там сделки висят. Я буду о них думать. И получится, что я не о вас буду думать, а о сделках. Поэтому мне это неудобно. Поэтому записывайтесь менеджером. В принципе, можете в чате написать, что вы хотите пройти обучение. Вам там все расскажут, покажут. Я открыл сделку. Я сейчас в минусе. И подключил лам. Если он будет открывать сделки, моя сделка будет мешать ему. Ваша сделка может мешать ему как для депозита. У вас находится сделка, например, в минусе. И есть же еще и дядя Коля, который приходит и закрывает ваши сделки. Маржин колд такой. То есть если у вас недостаточно средств на торговом счете, то они у вас закрываются автоматически. Помните, что случилось, не буду говорить, брокера. Ну, один брокер, который где-то год назад, сейчас, кстати, закончился уже суд. И в итоге все-таки заставили этого дядьку выплатить все бабки, которые он слил. В общем говоря, был супер такой VIP клиент одной брокерской компании. И он торговал, так заторговался, что пошел в минус. Потом как-то позвонил. Ему разрешили, короче, идти в минус. То есть ему маржин колд просто убрали. В итоге он слил огромную сумму денег. Там что-то около миллиона долларов. Ну, короче, огромная сумма денег он слил. То есть он в минус. В минус этой суммы пошел. Вот. Сейчас недавно уже закончился суд. И суд все-таки заставил вот этого трейдера выплатить эти деньги, потому что он их слил. То есть он как-то же попросил, наверное, брокера, да, что-то подписал, что он согласен на это. Потому что брокер его как-то, я не знаю, кредитует. Или что он там делал, я честно сказать, не знаю. Потому что вообще это глупая история. Так не должно быть. То есть если у вас нет денег на счету, то просто должны ваши сделки закрыться и все. Должны вы никому не можете быть. Это неправильно. Что значит вы торговали, да, вы потеряли свой депозит, еще и должны там, не знаю, тысячу-две долларов. Это плохо. Это плохой брокер, я считаю, если он так делает. И надо от таких брокеров делать ноги. Ну вот такая ситуация была. Поэтому если у вас сделка открыта, и она идет в минус, у вас уже мало депозита, да, еще и открывает сделку трейдера, у которого вы подключились на копирование, да, в итоге у вас уже две сделки, а еще какой-нибудь другой трейдер открывает сделку, у вас может не хватить денег. Поэтому вот здесь вот ориентируйтесь на деньги, чтобы они у вас были. Так, нет, он вашей сделки не видит. Он просто торгует на своем счете, и все. Он просто торгует на своем счете. И, извините, вопрос не по теме, но вы как-то упоминали замок для бинарных опционов. И, возможно, сделаете вебинар на эту тему. Будет вебинар на эту тему. Спасибо. Да, будет вебинар на эту тему. Мы разберем замок для бинарных опционов. Когда? Может быть, в следующий вторник его и сделать. Да, давайте в следующий вторник. Я тогда скажу менеджерам, вам сделают ссылку, рассылку. Давайте в следующий вторник разберем торговую систему по бинарным опционам и разберем замок, который обещал. Раз обещал, значит, надо сделать. То есть, что это такое, с чем его едят и как его грамотно использовать. Мы, в принципе, это разберем. Как раз будет интересная торговая стратегия, основана на свечных моделях, и в ней можно использовать замок. Потому что она не на одну минуту, не на две минуты. Это такая на часик, на два. Поэтому будет прикольно. Запись сегодняшнего бинара, когда будет доступна на сайте. Запись будет завтра, я думаю, к обеду. Опять-таки, весь этот список я опубликую с ссылками на управляющих. У себя на ветке на форуме. Напишу рейтинг лам управляющих. Вот те, которые мы разобрали. Кстати, потом посмотрим их судьбу. Когда в следующий раз с вами встретимся именно с такой же темой лам счета, мы разберем судьбу этих управляющих и найдем какие-то новые. Может быть, вы станете опять-таки в этих списках, и я про вас расскажу. Пишите на форуме. Я говорю, если вы классно торгуете, вы классный трейдер, я вам найду инвестора. То есть, я помогу найти вам инвестора, если вы классный трейдер. Если вы игрок в казино, то играйте в казино. И, в принципе, я считаю, что... Или инвестируйте тогда. Инвестировать, в принципе, можно игроку в казино. Но торговать, я думаю, игроку в казино не стоит. Ветка на форуме. Заходите на главную страницу на форуме. Вниз спускайтесь, где аналитика. Там первая строчка идет. Аналитика от Евгения Багураева или торговые идеи Евгения Багураева. Ну, короче, там Евгений Багураев. Вот на главной странице форума. Вниз спускайтесь. И там вот будет... Во вкладке аналитика. Поэтому найдете. Найдете, там просто напишите, если есть у вас классный счет, а почему вы не используете RCI. А я использую RCI. Я сцеляторами пользуюсь просто... Как бы реже. Реже использую RCI. Не, я использую RCI. Использую, но реже. Сейчас просто как-то вот к МАГДИ я приручаюсь. Не знаю, вот как-то меня так потянуло на МАГДИ. И мне нравится использовать МАГДИ. Но опять-таки, АО обязательно, весомый осцелятор, использую всегда. А мне найдете трейдера? Иван, покажите прибыль. Покажите хорошую, качественную торговлю. Я вас могу на следующем вебинаре рассказать. Вы опишите свою торговлю. Скажите про себя, сколько вы времени торгуете. И все, тогда будет у вас... А, мне найдете трейдера. А, вам трейдера, извиняюсь. Да, не увидел. Вам найти трейдера. Вот список, в принципе, счетов, которые мне понравились. Я их опубликовал. То есть, я просмотрел счета, которые мне понравились. Я не говорю, что в эти счета надо инвестировать, другие не надо инвестировать. Я, во-первых, не все счета просмотрел. Вот. Поэтому я показал счета, которые, на мой взгляд, классные. Где ровная, стабильная доходность. Почему? Потому что меня просто как управляющего, я сам управляющий, я вам об этом уже говорил. Меня как управляющего учили, что надо показывать стабильность. Не надо показывать 200% в месяц. Они никому не нужны. Они реально никому не нужны. И управляющий крупно посмотрит, что у вас 200% в месяц, он вас мимо пропустит. А если управляющий посмотрит, что у вас стабильно по 20-30% в месяц в течение двух лет, да он вам любые бабки даст. Тяжело все отсмотреть. Ну, а как вы хотите составлять портфель инвесторов? Вы инвестор. И составляйте портфель инвестора, смотрите, просматривайте. Если видите какие-то большие перегибы, то есть вниз, вверх, вниз, вверх, ну, у него или Мартин Гилл включен, или советник какой-то сумасшедший, понимаете. Или он просто там, я не знаю, у него там собака его все время кусает, и он то покупает, то продает, он не знает, что он делает. Но это мое мнение. Поэтому я в такие счета не инвестирую. Я инвестирую в счета, которые показывают стабильный рост. Мне не нужен большой рост. Мне нужен стабильный, потому что я инвестор. Так, вопросов, я так понимаю, больше нет. Будут вопросы, пишите на форуме. Скидывайте ссылки на свои счета. Опять-таки на форуме я буду их смотреть. И, может быть, когда подготовлю следующий вебинар именно по лам счетам, потому что нам же нужно будет посмотреть, что наши счета заработали. И вообще судьбу наших счетов, которые мы вот разобрали. Поэтому, я думаю, еще будет такой вебинар. И на новом вебинаре, возможно, я расскажу про ваши торговые счета, про ваши инвестиционные проекты, и у вас будут новые инвесторы. Всего вам доброго. Спасибо, что пришли. Приятно было с вами работать. И спокойной ночи. Продолжение следует...